Сытый солдат и победимый воин. Девиз участников соревнования. На то, чтобы приготовить полноценный обед, мастерам на все руки отводится не более 4 часов. В это время входит и красивое оформление блюд и сервировка стола. Первое мы готовили суп белорусский с галушками. Второе блюдо это у нас сраза из говядины, с перлота, это крупа перловая. Третье блюдо у нас кисель из изюма и салат цветной. Перечень и ассортимент блюд, которые на армейские игры предлагаются, он есть. Разрабатываем для себя меню по произвольной программе, чтобы мы в дальнейшем просто совершенствовали свои навыки, отрабатывали качество приготовления этих блюд. Пока повара колдуют над дневным рационом, пекари то и дело открывают духовки, проверяют готовность хлеба. Работают в одном темпе и на результат. Пары рук на армейской кухне недостаточно, ведь главный секрет – слаженная командная работа на всех этапах. Там все друг-друг помогает. Потому что где-то кто-то не спевает, помогаешь одному, третьему, делаешь что-то, что-то другое помогаешь делать. Ну, как бы ты работаешь в команде, чтобы было бы всем все доступно и удобно работать. Судьи оценивают произведения кулинарного искусства не только по вкусу и внешнему виду. Блюдо должно быть приготовлено технологически правильно. Смотрят на цвет, запах, вкус, внешний вид, соответствуют, не соответствуют. Всегда есть чему учиться повару. Всегда находятся новые рецепты, новые способы приготовления той же пищи. К отбору представителей национальной команды жюри отнеслось творчески. В сборную включены армейские повара из различных воинских частей. Теперь они займутся совершенствованием своих навыков, отработкой отдельных рецептов. Конкурс армейских международных игр «Полевая кухня» пройдет в конце лета на Шри-Ланке. Сергей Чураков, Светлана Смык, Павел Гузич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наш Утро».